Активисты школы, грамотного потребителя, за честное ЖКХ и специалисты Государственного жилищного надзора сегодня в третий раз принимали жалобы на качество уборки в подъездах многоквартирных домов. Телефонная горячая линия буквально раскалилась. А потом общественники прошли по самым проблемным адресам. Репортаж Арины Аксеновой. Количество обращений уменьшилось, а благодарности от жильцов за добросовестную уборку стало больше. По итогам первых двух горячих линий Комитет Государственного жилищного надзора уже вынес предупреждение тем управляющим компаниям, к которым у жильцов были претензии. В ответ организации заверили, что уборку и дезинфекцию усилят. Тем не менее, мы видим, что некоторые управляющие компании, как сегодня показала горячая линия, все-таки недостаточно уровня производят уборку этих жилых помещений. Кроме предупреждений в адресу управляющей компании, нами также сейчас составляются административные протоколы за нарушение правил уборки подъездов на квартирных домах. Материалы такие же направляются в Роспотребнадзор для принятия мер со стороны уже санитарного органа. Обработав 67 обращений за утро, председатель общественной организации «Зачестное ЖКХ» Юлия Бараненко уже традиционно посещает те дома, обслуживанием которых новгородцы были недовольны больше всего. В доме на улице Десятинная мы застали уборщицу за работой. Управляющая компания «Городничий» оперативно отреагировала на жалобы жильцов. Перила в подъезде обрабатываются белизной, однако к чистоте остальных зон вопросы остаются. Поверхности ящиков, они очень грязные. Каждый день мы понимаем, здесь уборки, в общем, что греха таить, нет. Так, это у нас что, многоквартирный список нет, графика уборки нет. Замечание этой управляющей компании обязательно будет сделано. Однако общественники отмечают, что организации начали проявлять обеспокоенность результатами своей работы. Не просто ждут, когда придет предписание, а проявляют инициативу и стараются лишний раз проверить работу своих сотрудников. Управляющие компании стали реагировать и практически сразу же реагируют на обращения граждан. То, что управляющие компании, зная о том и средств массовой информации, что мы проводим горячую линию, и многие из них звонят сами и интересуются, были ли обращения по их поводу, как вот по этому дому, да, это уже, в общем, хороший показатель с моей точки зрения. Результаты работы в период повышенной готовности станут дополнительным критерием в ежегодном антирейтинге управляющих компаний. Уже можно говорить о том, что в Новгородской области сложился пул компаний, которые работают ответственно, и определился круг тех, кто не справляется со своими обязанностями. Юлия Бароненко надеется, что аутсайдеров по итогам года будет немного. У управляющих компаний еще есть время привести свои дома в порядок. Арина Аксенова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.